Главная Пулковская обсерватория Академии наук. Здесь наблюдают за звездным небом почти 200 лет. Однако сейчас через оптические линзы астрономам почти ничего не видно. В Петербурге белые ночи. Он может поставить программу, он сам доводится на необходимый объект, переходит к другому. С помощью этого телескопа Александр Девяткин наблюдает за потенциально опасными для Земли объектами, кометами и астероидами. Вернее телескоп сам в автоматическом режиме следит за целью, а астроном получает данные через интернет в любой точке планеты. Одно из открытий последних лет астероид со сложным названием 2005YU55. Незваный пришелец диаметром 400 метров самый большой из известных объектов, который грозит нашей планете в ближайшее десятилетие. Под его прицелом также Венера и Марс. Он периодически сближается на расстояние, например, 100 тысяч километров с каждым из этих объектов. Его судьба будет, конечно, трагичной. Либо он столкнется с Землей, возможно, с Венерой или Марсом. В случае падения, например, на Землю, это будут катастрофические последствия. О том, как готовиться к встрече с космическими убийцами, говорили в эти дни и на высоком уровне. В северную столицу съехались представители Советов безопасности 60 стран. От этих людей зависит многое. Если со стихийными бедствиями и террористами справляться вроде бы научились, то глобальные угрозы пока неотвратимы. По расчетам специалистов, столкновение Земли с астероидом диаметром нескольких сот метров приведет к крупным региональным разрушениям. А при диаметре падающего астероида свыше одного километра – глобальная экологическая катастрофия. От неожиданной бомбардировки инопланетными телами не застрахован никто. Астероид Апофис, о котором сегодня так много говорят, может столкнуться с Землей как в районе Тихого океана, так и на территории Сибири. Упади он в океан, Японию просто смоет гигантским цунами. Мы должны понимать, как эту опасность устранить. И готовиться должны к этому заранее. Варианты устранения, они существуют, они реальны. Если поработать над их совершенствованием, и тем более в международном масштабе, это не будет ненакладно для какой-то одной страны. Сегодня каждая страна один на один с угрозой. И пока инструменты предупреждения только в разработке. Беда может случиться когда угодно. Астрономы знают лишь об одном проценте потенциально опасных объектов. Метеорит вроде Тунгусского может появиться в любой момент. Скажем, за месяц, если мы выясним, что объект будет размером 100 метров, столкнется с Землей, мы ничего не успеем сделать, по-видимому. Но, скажем, за несколько месяцев, наверное, можно будет. Да и то при готовности соответствующей инфраструктуры, космических средств, ракеты. Разрушить кинетическим ударом или ядерным взрывом, покрасить астероид светлой краской, чтобы под действием солнечных лучей он изменил траекторию. Посадить космический аппарат на опасное тело и двигателями отклонить его от Земли. Варианты противодействия космическим террористам есть. Главная проблема, как и в борьбе с террором земным, как можно раньше узнать об угрозе. Субтитры создавал DimaTorzok